На второй день пребывания в Одессе представительная делегация Министерства образования и науки Украины, которую возглавил заместитель министра Игорь Гарбарук, посетила уникальный образовательный объект, не имеющий аналогов в Европе, Международную академическую школу Одесса. Вместе с ним оценили достоинства школы будущего, начальник управления административно-хозяйственного и организационного обеспечения Минобразования Украины Инна Ярко и помощник Министра образования науки Украины Евгения Глушко. Подробности визита в материале моих коллег. Международная академическая школа Одесса продолжает свою работу. На 22 тысячах квадратных метрах учебного заведения расположены кабинеты с интерактивными дисплеями, просторный универсальный спорткомплекс, два бассейна, киноконцерт-холл, школьное кафе, два храма, строится летняя спортивная площадка. Мы все, кто в большинстве мест Украины, являлись такие школы с таким матеріальным забезпечением, с таким интеллектуальным забезпечением, которое мы только что видели в классах. Саме тому, знаете, чиро говорю, мы маем над этим працювать. И, снова таки, президентская программа, она является важной, но она может быть реализована только тогда, когда будет одночасная поддержка со стороны регионов, со стороны активных, действующих людей, которые есть в регионах. Саме тому, знаете, дорога один одному на встречу и мает привести до того качественного результата. Я враженный от того, что сегодня я вижу, я враженный от того, как проходить освещенный процесс, я враженный от того, какой бассейн. Я щиро говорю, я хотел бы, чтобы моя дитина научилась в такой школе. Я думаю, что мы с Сергеем Васильевичем домовимся, чтобы его, все ж таки, инициативу мультипликувати, взагалі, по Україні. И тоді, дійсно, ця инициатива стане глобальнаю. В школе будущего дети получают полный комплекс образовательных услуг с применением новейших технологий. Все это содержится на частные средства. Никаких денег из бюджета города, области и страны на всех этапах строительства и функционирования школы не выделялось. На самом деле, это тот спортивный зал, который может мечтать любая школа. Вот любая абсолютно, причем во всем мире. Мне, опять же, очень радует то, что, действительно, это наши национальные украинские технологии. Ну да, вот наши технологии. Мы не покупаем ни у немцев, ни у датчан, ни у кого. Вот это кресло тоже самое наше. Кресло Сум. Дети могут проводить в школе весь день. С 8.30 утра до 18.00 вечера. Система безопасности в школе включает электронные карточки, которые имеются у каждого учащегося и учителя. Родителям на телефон приходит оповещение, когда его ребенок вошел в школу и во сколько он покинул ее пределы. Это очень удобно и безопасно для ребенка. У нас здесь 260 камер. Безопасность это номер один. Мы проводили социологию, они говорят, мы хотим, чтобы ребенок был безопасным. И он может с телефона смотреть, где его ребенок и что делает. Особенно, когда заходит сюда. Я просто лично скажу, в личном опыте у дочери, она говорит, папа, сделайте так, чтобы была безопасность. Чтобы я заходила в школу от отпечаток пальца и я зашла. Если нет моего отпечатка пальца, по мне никто не дает. Вот и все. Это подход ребенка, которому 11 лет. Они по-другому думают. В классах вы не увидите привычных досок, на которых пишут мелом. Их заменили интерактивное дисплей и смарт-борд 87 дюймов диагональ. Эта доска представляется единым целым с учителем. Дисплей синхронизируется с ученическими гаджетами. Дети легко встроились в новую систему обучения. Им нравится работать с новой техникой, которая самооценивает знания ребенка. Кроме традиционного введения документации, в школе введена электронная система дневников и классных журналов. В электронные журналы и дневники в течение дня учитель выставляет отметки и делает записи. А у родителей есть код доступа, чтобы войти и увидеть, какие отметки получил ребенок. В электронном дневнике родитель может проконтролировать, что было задано на дом, что написал учитель, какой комментарий оставил по оценке знаний или поведению. В первую очередь биология – это очень интересная и забавная наука. Для того, чтобы детям было это интересно и заинтересовать как можно больше детей, конечно, есть возможность интерактивной доски, макетов различных использований, гербарии и всего-всего. То, что у нас есть в кабинете. Это дает возможность привить любовь к знаниям и, конечно же, к самому уроку биологии. Школьная программа четко согласована с Министерством образования и науки Украины и неуклонно следует всем требованиям. Есть соответствующая лицензия и все разрешительные документы на предоставление образовательных услуг. При этом, наряду с общеобразовательными предметами, программа Международной академической школы обогащена и насыщена. Ее ученики изучают как шахматы, так и плавание. Олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами, современной системой очистки воды и специальными насосами, которые наполняют бассейн артезианской водой из подземного озера с огромными запасами воды. Кроме основного большого бассейна есть и малый бассейн, где занимаются ученики младших классов. В школьный спорткомплекс входят огромный спортивный зал и летняя спортивная площадка. Все здесь и все продумано. У детей чередуется нагрузка. Уроки, спорт, кружки, факультативы. Жизнеобеспечение школы продумано до мелочей. При строительстве использовали самые современные и безопасные материалы. Школа имеет не только свою 12-модульную газовую котельную, но и альтернативные системы отопления, тепловые насосы и более 100 солнечных коллекторов, которые обеспечивают тепло в школе и подогрев воды в бассейне. Это самое большое в Украине поле солнечных коллекторов. С первого по шестой класс мы набрали, они все проходят здесь обучение. Кто-то может плавать, кто-то нет. И мы вот сделали, вот расписали красиво своими силами, сделали такие трибуны. А здесь родители будут иметь возможность зайти сюда и смотреть, как ребенок их занимается. Но этот бассейн будет открыт не только для школьников и для всех детей, потому что до обеда этот бассейн работает только на школу, а после обеда он может принимать других детей. Здесь должна быть температура воды 28-29 градусов, а там должен 31 для маленьких сам. Вот стандарт. Мы еще котельные не включали, работают теплонасос и работают солнечные коллектора, о которых я вам говорил. Экономия какая, вот смотрите, декабрь месяц, а мы только сейчас будем запускать газовое отопление, потому что газ очень дорогой, мы заранее предусмотрели. Та микрофлора, которую несет водичка, она более полезна. В любом случае любая вода проходит в систему очистки, но эта вода мягче. Ты когда плаваешь, допустим, даже если вода попадает тебе в горло, она тебе не першит, не режет, не сушит гортань, не сушит тебе слизистую. Учащиеся школы здесь могут получать не только светское образование, но и духовное воспитание, изучать христианскую этику и историю православия. Факультативно, по желанию. При школе находятся два православных храма – Иоанна Богослова и Сергея Радонежского. Кстати, накануне состоялось очень важное событие для нашего города. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий прибыл в Одессу специально для того, чтобы осветить храм Иоанна Богослова и школу. Что на губ надевают? Это помазывают. Миром, а на грудь у нас надевают кресть. Да? А кто у вас появляется с таинством крещения? Их двое. Маленькая подсказка. Два человека. Входят в вагон. А тетя крестная. Крестная. Крестная родитель. Вот. А сегодня мы с вами поговорим о еще одном таинстве. Мы наглядно показывали им чашу, дискос, звездица, чтобы они вблизи могли увидеть, что это и вот как происходит священное действие. Именно то таинственное, духовное, что для человека, наверное, простого, который входит только в храм какие-то великие праздники, недостижимо. Международная академическая школа Одесса имеет несомненные преимущества. Одно из них – акцент на изучение иностранных языков с начальных классов. Классы с русским языком обучения. Каково было желание родителей и детей? Языки – это сейчас очень важная, очень глобальная тема, которая касается всех сфер жизни. Да, английский, немецкий. Вот я, допустим, немецкий преподаю. И английский дети многие уже, даже в первом классе, многое знают. Произношение мы уделяем этому внимание. Но в младших классах самое главное, чтобы ребенок ловил, отвечал, не боялся языка. И мое первое задание для того, чтобы дети сняли, у них был снят этот барьер, чтобы они не боялись языка. В школе выделено определенное количество мест для льготной категории детей. При строительстве был также решен вопрос доступности школы для детей с особыми потребностями здоровья. Удобный подъезд обеспечивают два пандуса. Для перемещения между этажами установлены лифты. Насколько они соответствуют нормам, проверили представители спортивного клуба-инвалидов Одесса-баскет. В школе просторные классы, позволяющие свободно разместить детей с соблюдением социальной дистанции и просторные коридоры. Количество учеников в каждом классе небольшое, примерно по 8-9 человек. Занятия проводятся с соблюдением всех карантинных мер. Каждое утро школьная медсестра проводит проверку состояния здоровья учащихся и учителей. На входе стоят антисептики и проводится измерение температуры. Одесса стала первым городом не только в Украине, но и Европе, получившей эталонную школу, в которой созданы все условия для того, чтобы дети получали всестороннее образование и развитие.